Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в том глобально, что вы в целом пытаетесь устроить свою личную жизнь. То есть мне видится ситуация такой, что пытается строить свою личную жизнь и вы очевидно решаете некоторые свои проблемы какие-то. Например, проблема компенсации, компенсаторная проблема. То есть, я имею ввиду, проблема получения того, в чем вы нуждаетесь, от мужчины. То есть, вы устраиваете отношения с мужчиной в данном случае с определенной целью. Вот. То есть, это, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что отношения, они устраиваться с определенной целью на самом деле не могут. Ну, в принципе, у того, что отношения это творчество, а творчество является спонтанным. Спонтанным. Ну, чем-то, чем-то спонтанным. То есть, вы устраиваете отношения, да, с людьми, с мужчинами, допустим. Что, тут не может быть, не может быть цели какой-то, да. Вот. Тут, тут может быть цель именно, вот, как раз, эм, а, только в том, чтобы получить, получить, э, что-то желаемое. Ну, для, э, э, для себя. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому мне представляется история, э, история, история именно такой. Что вы пытаетесь, э, свою личную жизнь устроить, вот, пытаетесь решить, э, значит, свои некие, некие труд, трудности, вот. Свои определенные трудности пытаетесь вы решить. А, и, ну, важно понять, все-таки, какие именно вы пытаетесь решить трудности. Важно понять, э, что именно вы пытаетесь, э, что именно вы пытаетесь, э, ну, добиться, вот, отношений, и, соответственно, э, для чего вам, э, собственно, отношения эти. Вот. Э, э, дальше идем. Э, э, мне трудно общаться с мужчинами. В чем трудность? Выбор, если не могу распознать своего единственного. То раз маленький, то не так одет, то лысый, может быть, проблема во мне. Проблема, исходя из, э, э, психологической теории, заключается в том, что, э, вы, э, боитесь отношений, э, вот, у вас стоит, э, запрет на отношения, возможно, родительские, либо вы, к примеру, э, просто боитесь, ну, боитесь просто близости. Вот. Вот. А, я точно не могу сказать, потому что, потому что, ну, как бы это такая история, которую нужно исследовать. Но, исходя из, вот, повторюсь, исходя из, э, э, психологической теории, вот, э, ситуация заключается именно в этом, что вы просто, э, боитесь близости. Вот. С чем это связано? Почему вы боитесь близости? Это удянуть не следует. Правило, это проблема личных, личных границ. То есть, проблема отделения себя от, собственно, другого человека. Ну, и, конечно, проблема потребностей, естественно, тоже. Куда же без неё? Вот. То есть, вот с этими аспектами нужна работа. Что касается того, что мужчина, значит, э, ну, что мужчина, э, такой, сукой и так далее, то это, на самом деле, просто отговорка, просто такая, ну, оправдание, по сути. Вы таким образом оправдываетесь, вот, чтобы не быть в отношениях. А отношениях, отношений, э, самих вы боитесь. Вот. То есть, это, вот, э, нужно, э, исследовать, на мой взгляд. Да. Ну, так. Наталья, Наталья. Вот, 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 так. Ну, и к тому, что сказал мой коллега, Кудрич Чахов Игорь Леонидович, про то, что вы блокируете свои чувства, тоже, тоже, на это тоже нужно обратить внимание, потому что вы будете с тем мужчиной, которого вы полюбите. Чтобы полюбить, нужно принять мужчину таким, как он есть. Для этого нужно принимать, принимать всех мужчин. Вам не обязательно с ними быть, но вам необходимо принимать их всех, чтобы появилась возможность любви и любви. Очень важно также для этого принять себя. И не менее важно определить, по какому, на каком основании вы взаимодействуете с мужчинами. То есть, что вас объединяет, что вас общего, что делает ваши, что делает ваши отношения возможными. То есть, как вы, собственно, ну, выбираете мужчин, да. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Так что, такая вот история. И, соответственно, если во всем этом вы захотите разобраться, то выбирайте себе психолога и, значит, будем рады вам помочь. Вне зависимости от того, кого вы выберете. Да. Ну, вот. Вот примерно так. Я могу вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего, всего-всего самого доброго и удачи.